Это для сахара. Предмет, клацающий зубами, как крокодил, всего-навсего щипчики для сахара. Такие были в каждой уважающей себя торговой лавке. Это лекало. В 50-е годы такие вот зеркала, как у нас уже в Аханске его прозвали, чудо-зеркало, жили во всех магазинах тканей. Для чего это? Очень просто. Вы выбираете ткань. И смотрите, как оно на вас будет смотреться. Давайте. Ой, как красиво. О, да. Мне тоже очень нравится. Самое-то интересное, что вот это лекало, получается так, что взрослые, даже мужчины, начинают играть, я просто вырвать у них их не могу. Они сразу себя великими модельерами начинают чувствовать. Да что там мужчины? Сама Валентина Николаевна тысячу раз держала лекало в руках. Но удержаться того, чтобы не приложить его в очередной раз к разным тряпочкам, невозможно. Мы прикидываем платье из коврика с легендарными оленями и кумачевой скатерти. Валентина Николаевна, можно я посмотрю, что там внутри? Пожалуйста. Я очень осторожно, обещаю ничего не испортить. Что вас тут заинтересовало? Вот эта вот малюсенькая вещица. Я, если честно, даже предположить не могу, что это такое. Ну, какое-то предположение же у вас все равно есть. Ну, правда, для вазочки, для варенья это очень маленькая вещь. Да, это какие-то очень, получается, скупые хозяева, если здесь было бы варенье. Экономные. Очень экономные, уж очень экономные. Вообще-то это прибор индивидуальный. Солоночка. Раньше в некоторых семьях к приборам ставили вот такую индивидуальную салонку. Ну, я думаю, что это, наверное, очень небедные хозяева. Да уж, небедные. И неэкономные, как мы с вами решили. Но все самое вкусное мы приберегли на потом. Валенки, которым в этом году исполняется 100 лет в обед. Яркий рисунок на них – мода позапрошлого века. Таких вместо гуччи щеголяли наши прапрабабушки, забирая в плен первых парней на деревне. Но об этом в нашем следующем сюжете. Полина Рифа, Владислав Рашидов, Вета-24.